Новое видео выходит каждый день в 20.00 В начале данного видеоролика вы могли увидеть дисклеймер, и вы знаете, это первый дисклеймер за 150 роликов. Это, кстати, 151-й. И вам, наверное, очень сильно интересно, но если нет, то не важно, мы сегодня не токсичны, почему, расскажу дальше. Вот, и вам, наверное, интересно, почему вот за 150 роликов не было никаких дисклеймеров, а тут вдруг вот нарисовался дисклеймер, тем более такой обширный, тем более с такими вот всякими картиночками внизу, и как это вообще, что к чему относится, почему всё именно так. И давайте вот сейчас я вам всё это расскажу. На своём основном канале, когда-то там, наверное, около года назад, возможно, меньше, возможно, больше, неважно, у меня вышел ролик про Лиджи, где я первый раз был максимально токсичен. Я не выбирал какие-то выражения, я не думал вообще, что можно сказать, что нельзя сказать, я говорил всё прямо так, как я думал. И тогда мне это понравилось, я почувствовал какую-то свободу, свободу вот выражения своей мысли, свободу выражения своего слова, и как мне кажется, для человека, для какого-то медийного, публичного человека, вот свобода слова, это самое лучшее, что только может быть, когда ты можешь сказать про другого человека абсолютно всё, что угодно, и практически ничего за это такого не будет. В том ролике, кстати, насколько я знаю, не было дисклеймера, и тогда у людей, у моих зрителей, да и у других GTA-самп-ютуберов, в частности, наверное, у Лиджи, произошёл разрыв шаблона, мол, блядь, что происходит? Вот раньше в самп-обзорах ты вроде как был адекватен, а сейчас ты вот стал каким-то, блядь, токсичным, хуёвым, уёбком, блядь, что с тобой стало? Неужели ты вот так рассердился на то, что у тебя там нету просмотров, нету подписчиков, нету каких-то там денег с рекламы, писали даже такое? Несмотря на то, что в том ролике была, блядь, реклама Аризоны, вот. И вы знаете, зачем я всё вообще это затеял? Вот, все вот эти вот токсичные ролики, где я без разбора поливаю абсолютно всех дерьмом. Я не могу сказать, что абсолютно всегда вот я бомбил искренне, вот как это было. Нет, я говорил, безусловно, всё искренне, как я считаю, ни в коем случае никакой подмены понятника, у лицмерии. Я говорил всё, как я считаю, просто в некоторых моментах я мог говорить это немного сглаженнее, чем я говорил тогда. Да, вы, наверное, привыкли, что в своих видеороликах я постоянно кричу, что-то такое делаю, то есть абсолютно всегда неадекватное поведение от меня исходит, токсичность вот эта вот вся. И вы знаете, в повседневной жизни я абсолютно не конфликтный человек, я абсолютно не токсичный, и знаете, все вот конфликты в GTA Самп Ютубе могли бы даже не начинаться, ну, с моим участием. Могли бы даже не начинаться, если бы эти тупые дебилы, блять, мне ничего не отвечали, там, не кидали страйки и тому подобное. Вот, и, то есть, ладно, ладно. И вот, знаете что, вот когда я делал сампо-обзоры, делал их на полно, на адекватных щах, высказывал там все факты, доводы, аргументы и так далее, приводил вот чистые пруфы, вот какие они есть. Даже не пруфы, а факты. Вот именно голые факты, которые они есть, и они на видном месте, то их даже искать не надо, то есть, это факты, они не требуют никакого подтверждения, потому что, ну, это, блять, факты и так далее. И вот тогда, то, что говорили GTA Самп Ютуберы, это типа, блять, ну ты хочешь хайпануть. Вот, вот это вот была их основная фраза, типа, нет, ну ты, блять, хочешь хайпануть. И все. То есть, в самом деле. Я решил, хм, а вот если я начну нести полную неадекватную хуйню абсолютно без каких-либо пруфов, абсолютно без всего. Что они будут говорить в таком случае? То есть, в нормальном случае они должны были говорить, типа, ну то же, что и они говорили, типа, он хочет хайпануть, блять, как так, типа, и так далее. Но нет. В случае, когда я как-то неадекватно выражался, матерился, не подбирал слова и так далее, они цеплялись именно к этому. То есть, для своей аудитории они постоянно выставляли какие-то очевидные мои недостатки. Хотя я не считаю, что это недостатки. Недостатки, это, блять, вот, соответствовать образу, который тебе состроили маленькие тупые дауны, блять. Я не хочу подобаться вашим образом. То, что вы меня состраиваете, идите просто нахуй вот со всеми вот этими образами, со всеми своими впечатлениями. Я ебал общественное мнение в рот. Мне абсолютно похуй. Люди, которые выкупают то, что я делаю, то, что я хочу донести до людей, они это выкупают. Да, у меня есть своя аудитория, она маленькая, она такая же токсичная, как и я в большинстве случаев. Даже там вот этот вот рофл про токсичный уклад и так далее. И вот, типа, она всё выкупает. А вот эти вот, блять, биомусоры, зачем, блять, ему что-то объяснять? Зачем ему пытаться вот что-то рассказать, если он останется ебаным биомусором? Ну, в самом деле, блять, типа, я не вижу в этом никакого смысла. И вы знаете, GTA-самп ютуберы, они начали цепляться за очевидные плюсы, типа, бля, ну, абсолютно нету никаких пруфов, нету ничего, ты просто поливаешь людей говном. Говорить какие-то абсолютно очевидные вещи, которые на, вот, видном месте, просто для того, чтобы это заметили. И тогда я понял, что этим ебланам абсолютно, они не могут мне ничего противопоставить. Дело в этом. Они не могут мне ничего противопоставить, потому что знают, что я прав. Ну, типа, что ты противопоставишь правде? И вы знаете, они не хотят оправдываться, они не хотят извиниться за какие-то очевидные свои косяки, нет. Они вот так быстро метают стрелки и говорят, типа, ммм, ну вот, я Влад Гант... Нет, даже, вот давайте не Влад Гантеля. Влад Гантеля, он редко, когда на что-то отвечал, он, скорее всего, просто несет какую-то хуйню Данте. Предположим, Данте или Хьюго Ромеро, блядь. Ну, Хьюго Ромеро еще как-то более-менее оправдывал, но Данте, блядь, Данте ни в коем случае никогда не оправдывался, не извинялся за какие-то свои очевидные косяки. А вот просто говорил, типа, блядь. Вот даже не отвечал на какие-то очевидные претензии, ничего не делал. Он говорил, типа, блядь, не, ну у тебя как-то все не по фактам. И вообще, ты знаешь, ты очень токсичен, очень хуёвый, то есть, я даже вот пересылал переписку многим людям, которые меня об этом просили, вот, переписку с Данте. И там можно увидеть, что вот я просто на него натоксичил, и он меня такой, и он вот ждал того, чтобы я на него натоксичил, как-то, блядь, его обозвал, еще что-то с ним сделал. И вот он воспользовался этим моментом и говорит, типа, бля, вот видишь, я тебе, типа, двухминутное, блядь, голосовое сообщение отправил, а ты уже токсичишь. О чем с тобой еще можно разговаривать? Просто, блядь, кидает меня в ЧС. Ну, в самом деле, блядь, ну что с вами не так? Вот после этого я окончательно понял, что вы беззащитные маленькие дети, которые, подобно Владу Гантели, сначала разоблачи меня, блядь, разоблачи, а потом такой, я приеду, блядь, к тебе. Блядь, разобью тебя ебало, я басу тебя, и все. То есть, ну, потому что они не знают, что делать. И вот на вот какой-то вот физическим, блядь, управством и так далее, я не знаю, блядь, как это назвать, физическим насилием угрожают тогда, когда уже просто вот сдают нервы, блядь, не знают, что делать. И вот знаете, что, чуваки, когда вас пиздят за какие-то ваши слова и так далее, это высшая благодарность, блядь, вашим оскорблениям. Потому что, когда тебя не пиздят, потому что, когда, типа, ну ты что-то сказал, блядь, ну сказал и сказал, блядь, вот этот клоун, он постоянно там что-то говорит и так далее, да похуй на него. А вот когда тебя пиздят, значит, твои слова попали в самое сердце. И он просто не может ничего противосопоставить тебе и такой, типа, блядь, ну сука, блядь, ну сука, я просто не знаю, что вот, что в голове у шимпанзе, блядь. О чём они думают, когда угрожают физическим насилием? Ну даже, блядь, допустим, там, побьют меня или побьют, там, я не знаю, Ангела Касада, вот эта интерпретация Влада Гантели. Что изменится, блядь? Ну побьёшь и побьёшь, блядь. Только в данном случае я буду тебя хуесосить ещё больше, в случае, если бы ты побил меня. Мне вообще абсолютно похуй, блядь, можешь меня пиздить и так далее, блядь, потому что меня уже пиздили, да, там, за слова про мать, там, и так далее. Когда нужно было, очевидно, остановиться, вот в реальной жизни реально челик уговорил, что, блядь, ебал его мать, там, на спине у его отца, он, то есть, до последнего терпел, но потом уже не выдержал, такой, типа, о, сука, о, блядь, сука. Ну, по итогу, блядь, даже как-то, я не знаю, не сильно, что ли, бил, блядь, хотя видно, что ебашил, блядь, от всей души. Это не приводит абсолютно ни к чему, я просто начал ещё больше, блядь, издеваться над этим долбоёбом, и он понял, что это абсолютно бессмысленно, блядь. И, ну, я, блядь, не знаю, чего вы добиваетесь, и вот, в данном случае я уж понял, что, блядь, ну, вы абсолютно ничего не можете против вас сопоставить. Когда, блядь, вы пишете маме, когда вы угрожаете, блядь, физической расправой, это сразу понятно, что всё, блядь, вы слиты, вы не можете ничего против вас сопоставить. Вас уже заебало то, что вас ебут, блядь, и в хвост, и в гриву, и вы просто ничего не можете на это ответить. Вас это злит, вас это расстраивает, да, разумеется, когда ещё оскорбляют вашу тёлку, а она ещё, когда какая-то тупая сука говорит, блядь, ну, ответь ему, пожалуйста, ответь, что он меня, блядь, оскорбляет, и вы такие, ох, сука, ну, я его сейчас матери напишу, вот, посмотрим, что он будет делать. Это очень смешно, блядь, и вы знаете, я не хочу соответствовать, блядь, образу гипертоксичного человека, или мега адекватного, там, мега умного, как, блядь, меня называют Влад Гантеля, хотя я себя таким не подразумевал никогда. Когда я вообще считаю, что умных и тупых нету, это всё какие-то растяжимые понятия. Невозможно быть умным, блядь, в какой-то, во всех сферах. Невозможно быть умным во всех сферах, и также нельзя быть тупым во всех сферах. То есть, ну, это просто невозможно. В чём-то да ты увлекаешься, что-то да тебе интересно, в чём-то да ты разбираешься. И то есть, умных, блядь, и тупых, в принципе, не существует. Существует просто ебаная люмпена, ебаная, блядь, маргинал, вот это вот ебаная быдло, которое вот только ты ему что-то сказал поперёк, он сразу такой, ну, ебаня, я сейчас ебучку, блядь, начищу, ёбок. Это всегда звучит очень смешно, блядь. То есть, ой, блядь, Влад Гантеля, там, и все прочие GTA-самп-ютуберы, я вам хочу сказать, что это только начало, блядь, я набираю аудиторию, набираю силы для нового сезона самп-обзора. И как только на канале будет вот на этом вот тысяча подписчиков, я думаю, что можно будет уже приступить к самп-обзору. И вот раньше, вот самп-обзоры, которые были до этого, это такая, знаете, лайт-версия. Абсолютно, то есть, мне кажется, по-слабому я проходился по вам. То есть, нужно вот прям по всей родне проходиться, потому что то, что вы делаете, блядь, вот эти ваши поступки, это ужасно. Это, блядь, просто невозможно в самом деле. И, ну, блядь, я не знаю, я разъебал в очередной раз очередной образ, который мне состроили ебаные дурачки, как, допустим, ладно, ладно, не ебаные дурачки, просто вот многие ютуберы, которые, так скажем, не выкупают. Вот, допустим, в последнем ролике, блядь, Андрюха Кевского, он сказал, что, как обычно, блядь, этот Зедан Семен захейтил, сказал, типа, зачем вы такое снимаете, блядь. И, то есть, состроил мне образ вот такого вот токсичного уебана, забыв про то, что я делал, блядь, до этого. Ну, блядь, в самом деле. Андрюха Кевского не хотел никак обидеться, разумеется, классный чел, очень нравится прям то, что делает, то, что, как вообще, что делает. Но не выкупил в данном случае, не выкупает, возможно, в будущем выкупит, и такой, типа, ааа, ну ладно. То есть, вот, выкупание, оно приходит со временем, блядь. И, в принципе, в принципе, я не собираюсь образовывать биомусор, блядь, какой-то, он мне нахуй не нужен. Либо ты выкупаешь сразу, либо идешь нахуй. Но не так, что, типа, блядь, вот я раньше ролики твои смотрел, не понимал, что ты делаешь. А вот сейчас посмотрел, и, блядь, понял, что ты всегда был прав. Да идите вы нахуй, блядь. Где вы были, блядь, до этого? Я просто, блядь, не понимаю. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Я разъебал очередной образ. Всем пока.